Всем привет! Меня зовут Зоя и добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы ходили по магазинам, но что-то покупали к Новому году и купили вот такую клеенку на стол, прямо очень новогоднюю. Мы тоже не могли пройти мимо вот этих новогодних магазинов, но какая красота! Все говорит о том, что праздник приближается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы зашли, конечно, в продуктовый магазин. Закупились продуктами, увидела гранаты и подумала, что надо и себя привести в порядок, то есть почистить печень. Вот за 10 дней можно увидеть эффект, как действует гранатовый сок. Когда-то в интернете я прочитала, у такого есть такой блогер Виталий Астовский, и я у него прочитала про гранатовый сок. Я как-то даже делала в прошлом году. В этом году вот они только стали появляться, гранаты. Поэтому я решила сделать гранатовый сок и попить его до Нового года. Еще есть время, 10 дней еще есть. А вообще его можно пить и все время почти, ну, пока не надоест. Потому что гранатовый сок вместе с имбирем, с чесноком, ну, и еще, и еще можно добавить туда половину лимона. Вот у меня два граната. Сейчас я их почищу и начну делать этот напиток. Этот напиток называется эликсир жизни. Он хорошо чистит кровь, печень, желчный пузырь и приводит в норму гемоглобин. У него очень много полезных свойств. Поэтому можно его сделать и попить. Имбирь чистит сосуды. В чесноке есть серебро. И все, конечно, знаете, что это природный антибиотик. Ну, и лимон. Почистила чеснок. Сейчас я почищу имбирь, почищу гранат и начну делать сок. Один гранат я уже почистила. Теперь я буду чистить второй гранат. Я его немножко помну. И вот таким ножом я его открою. Вот он хорошо прямо открывается. Теперь срежу вот эту грязную часть. И почищу его. Вот почему-то у нас здесь в Италии редко встречаются гранаты, чтобы они были внутри. Вот их зерна, чтобы были прямо красные, яркого цвета. Вот какие-то они бледные все-таки. И стоят у нас гранаты от 2 евро до 2 евро и 50 четвизма. Я почистила 2 граната. К этим гранатам надо добавить чеснок. Я положу 3 вот таких дольки чеснока. Можно больше, кому как нравится. И имбирь. И имбирь я положу. Имбирь положу где-то вот такой кусочек. Все крошу. Кладу сюда чеснок. Забыла прикрепить микрофон. Теперь кладу гралат. И половину сока лимона. Сейчас я пропущу всю эту смесь 2 минуты. Засекаю время. И наливаю вот такой стакан воды. И включаю. Наливаю. Сок готов. Сейчас его нужно процедить. Тяжелая посуда. И говорят, что даже помогает, если вот сильно кружится голова. Вот тут, конечно, надо его поднимать и лень, чтобы дождаться, когда он хорошо-хорошо пройдет сквозь ситечка. Все, я закончила процеживать сок. И у меня получилось ну, это где-то пол-литра. Сейчас я его попробую. Вот он такой густой-густой получается. Конечно, его надо пить по утрам. На голодный желудок. Но я пью иногда его и вечером. После несытного ужина я его тоже пью прямо на ночь. Имбирь дает такую горчинку. Этот напиток надо пить медленно, по глоткам. прямо вот смаковать его. Тогда говорят от него больше пользы. Если пить такой напиток, тогда будем всегда молодыми и здоровыми. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всем всего самого доброго. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк, пожалуйста, не забывайте. И будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова